Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет, и сегодня мы вместе с вами вспоминаем преподобного Антония Великого. Сразу скажу, что он стал в каком-то смысле отцом всего монашества. Конечно, монашество было еще до преподобного Антония и, собственно, святой Иоанн Предтечи. Вот подлинно монах, монашеский образ жизни в пустыне подвязался, строгий пост, молитва, аскеза, и, конечно же, образ монашества уже представлен в Евангелии. Но вот первые аскеты, которые вплоть до третьего века, про них, к сожалению, мало что записано. И вот крупицы какие-то мы узнаем, а вот житие преподобного Антония Великого, оно счастливым образом сохранилось. А сохранилось почему? Потому что его хорошо знал святитель Афанасий Великий. Афанасий Великий был архиепископом Александрийским, и он знаменитый духовный писатель, богослов четвертого века. И вот когда шли там споры с орианами и изгоняли православных, одно время он вынужден был скрываться на западных территориях. И там он рассказывал западным христианам про преподобного Антония Великого. А святой Афанасий лично знал преподобного Антония, лично у него окормлялся, слышал его наставления. И вот этот идеал преподобного Антония Великого, египетского монаха, он настолько воодушевил западных христиан, что там после этого тоже бурно стало развиваться монашество. Но дело в чем? Вот западные христиане, они попросили святого Афанасия, когда он уже вернулся к себе в Александрию, то они пишут особое послание и просят, чтобы он написал им жизнь преподобного Антония Великого, чтобы вот он описал это. Ну, не записывали поначалу, ведь часто как бывает? Вот живет какой-то выдающийся человек, потом он умирает и его помнят. Но те, которые помнят, не догадываются, что надо записать то, что они знают. А иногда они как думают, что ну вот чуть попозже мы запишем, чуть попозже мы соберем сведения, и проходит время, потом они забывают собирать сведения, потом они сами умирают, и тут появляются вот уже ученые-исследователи, которые понимают, что надо хотя бы что-то запечатлеть, и по крупицам собирают какие-то вот сведения о этом выдающемся человеке. И вот так вот всю историю оказывается, что люди пропускают своих великих современников. А вот что касается преподобного Антония Великого, да, то просит святого Афанасия. И он тоже поначалу думал, что вот надо побольше собрать сведений, хотел отправить письмо тем, кто больше и лучше знал преподобного Антония, тот ведь жил в пустыне, но время его поджимало, посланники из Галлии, из других вот западных стран, они должны были уже возвращаться, и тогда он пишет и говорит так, что я вот напишу только то, что сам лично помню, те наставления, которые слышал преподобного Антония Великого. И вот эти вроде бы краткие записи, они и стали, выразились вот, стали знаменитым житием, которое прошло через всю историю, и святой Иоанн Златоуст говорил, что люди любого рода и сословия должны обязательно читать житие преподобного Антония Великого. И, кстати, когда с ним познакомился Августин, вот, тогда он еще не был христианином, то это тоже ключевым образом повлияло на него, на его обращение уже в православную христианскую веру, и Августин стал вот знаменитым тоже отцом церкви под названием, под именем Блаженный Августин. Преподобный Антоний Великий происходил из простой египетской семьи, вероятно, это были крестьяне, которые возделывали землю, у них были земельные наделы, примерно высчитываются даже годы жизни Антония Великого, и вот представьте себе, что он прожил 105 лет, это действительно достоверный исторический факт, и родился он примерно, вот, ну, как высчитывается, в 251 году, а умер в 356 году, то есть целая эпоха, да, вот жизнь, больше 100 лет, для того времени это вообще исключительное такое дело, и вот рождается он в селении Кома египетском, родители его уже были христианами, благочестивыми христианами, они наставляют Антония, но, кстати, он не получает высокого образования, и вообще, ну, он умел там читать, писать, вот, но какого-то особого, выдающегося образования он не получил, и когда ему 18 или 20 лет, то родители его умирают, а еще остается у него младшая сестра, и не прошло и где-то вот полгода после смерти родителей, как он идет в храм и размышляет о том, как апостолы оставили все и последовали за Христом, как они презрели все земные блага, решили вот Господу посвятить, и, видимо, в душе у него уже было такое желание, тоже подобно апостолам, посвятить себя Господу, и вот он приходит в храм, а там вдруг читают Евангелие, если хочешь совершен быть, то продай имение твое, раздай нищим, и иди, следуй за мною, взяв крест, и вот Антоний, еще вот молодой такой юный человек, он чувствует, что вот эти слова Евангелия, которые в храме читались, они как будто обращены лично к нему, и он в буквальном смысле старается исполнить эти слова, то есть имение, которое было у его родителей, землю, что-то он часть продает и раздает нищим, что-то он буквально отдает своим селянам, те, кто живут в той же самой деревне, это, конечно, такое уникальное действие, почему? Обычно люди там припираются с соседями, никак не могут найти общий язык, о чем-то там спорят, негодуют, и уж чтобы кто-то свой удел отдал другому, это вообще уникальное дело, а тут Антоний, он именно отдает большую часть земельного надела селянам, оставшуюся он продает, и вот часть он некоторую сохраняет для того, чтобы содержать себя и сестру, и когда идет он в следующий раз в храм, то там он слышит опять слова Евангелия, и опять воспринимает вот как лично к нему обращенные, не заботьтесь о завтрашнем дне, достаточно для каждого дня своей заботы, ну и тогда он оставшиеся средства все полностью раздал, ну а как же сестра? А вот оказывается в том селе была община девственниц, то есть уже вот в третьем веке, до третьего века сформировался такой институт девства в христианстве, и те, которые желали сохранить у себя полностью такой вот чистоте в служении Господу, они организовывались в общины, и в этом египетском селении была община девственниц, и туда как раз помещает свою младшую сестру преподобный Антони. Вот, кстати, сразу скажу, что впоследствии, когда вот прошло уже много десятилетий, он уже был таким вот подвижником, то он, посещая один монастырь, и вначале вот общался с монахами, а потом там рядом, в некотором отдалении, была община женская, и оказалось, что его младшая сестра, она тоже вот проводила там духовный подвиг, и она уже возглавляла общину девственниц. И после этого преподобный Антоний вот приступает к своим духовным подвигам, он восходил постепенно, то есть поначалу он селится недалеко от своего дома, полностью посвящает себя молитве, чтобы ум не рассеивался, чтобы ум всецело был устремлен к Богу, наблюдает за всеми движениями в своей душе. Иногда вот как сохранились сведения, он всю ночь проводит в молитве, потом строгий пост, всевозможные подвиги, труды, и вот еще такая важная черта его, что он искал подвижников и старцев, которые были в тех местах. Их было не так много, и согласно вот сведениям, в те времена вот монахи, они находились недалеко от селений, как правило. То есть, когда они выходили из своих селений, то поселялись где-нибудь там, или в пещере, или хижину какую-то устраивали, недалеко от своего селения. То есть, можно было найти таких вот пустынников, подвижников, которые подвязались рядом с мирскими людьми. И вот таких старцев находит преподобный Антоний, и он от каждого пытается почерпнуть что-то полезное для себя. И там даже описывают, что у одного он там заимствует его усиленную молитву, у другого его приветливость, тот очень добрый, отзывчивый. У третьего его рассудительность, у четвертого его какие-то особые выдающиеся подвиги. То есть, он пытается увидеть ценное в духовном смысле у каждого подвижника, воспринять для себя. То есть, вот мы обычно, когда смотрим на людей, то мы ищем, в чем бы их осудить, упрекнуть. То есть, у нас такое кривое око, испорченное, потому что мы сами испорченные, поэтому пытаемся видеть только испорченное. А преподобный Антоний, он старался увидеть что-то светлое, доброе, лучшее, и воспринять это для себя, то есть, извлечь какую-то пользу для своей души. И вот особенно с одним старцем он советовался и так проводил свой подвиг. И вот тут вдруг начинаются духовные брани. И именно преподобный Антоний Великий, он сформировался как вот отец православной аскетики, который описывает этапы духовной брани и как преодолевать всевозможные дьявольские искушения. И обычно нам хочется, что вот уходит какой-то подвижник в пустыню, начинает там молиться, совершать духовные подвиги, и тут же становится чудотворцем, поскольку он, так сказать, вот вдали от мирской суеты, вот он в безмолвии обретает духовные дарования, и люди приходят к нему за наставлением, он там исцеляет, наставляет, вразумляет. А на самом деле все не так. Вот человек выходит в пустыню из мира, и там его начинают искушать и даже истязать бесы, и прежде всего истязать посредством помыслов, и когда Антоний вот оказался в этих уединенных местах, то прежде всего вот дьявол предлагает ему такие помыслы, ну как бы уныние, да, вот зачем ты сюда пришел, вот лучше бы ты жил в миру, у тебя был бы достаток, пропитание, ты мог бы жениться и так далее, и так далее, вот это все накручивается. А Антоний, он не внимает помыслом, и вот именно оттуда идет вот эта традиция, что помыслом внимать нельзя, потому что дьявол нечто вот подбрасывает, и если ты будешь это питать, вот воспринимать, то это как снежный ком. Он вот будет катиться, катиться, и таких размеров станешь, что он просто на своем пути все снесет, все уничтожит, этот снежный ком. И Антоний, он не внимает этим помыслом, потом, значит, дьявол дает ему блудные, такие похотливые помыслом, и даже ночью является ему в образе женском, и Антоний, он усиливает тоже молитву. Кстати, сохранились вот некоторые его аскетические делания, что он вкушал пищу только однажды в день, уже после захождения солнца, иногда даже через два дня, иногда через четыре дня спал или на рогоже, или даже на сырой земле, не так много времени, иногда вот всю ночь проводил в молитве, и вот потом для того, чтобы усилить, не остановиться на достигнутом, он идет еще дальше, в более дальние места, куда изредка один знакомый приносит ему хлеба для пропитания время от времени. И вот что же там? А там настолько усиливается духовная брань, что буквально демонические вторжения, они как бы в каком-то смысле как бы материализуются, и бесы буквально подвергли избиению преподобного Антония, и впоследствии, когда он рассказывал своим ученикам, он говорит, что вот эта вот боль и избиения были таковы, что от людей в принципе этого невозможно было получить. А тут как раз приходит его знакомый, который приносил пищу, и видит он без чувств, лежит избитый на земле, ну, он его, Антоний взял, потихонечку так вот как-то перенес в селение, и там Антоний приходит в себя, видит, что все другие спят, потому что вот родственники собрались, думали чем-то помочь, и Антоний уговорил своего знакомого опять переправить его на прежнее место его потвигов, тот послушался, перенес его, и там преподобный Антоний буквально говорит, что если вам угодно, вы можете дальше подвергать меня истязаниям, но я отсюда никуда не уйду. И вот он молится, и после этого он впервые получает от Господа такое вот духовное просвещение, когда было дано ему созерцать, ну, как бы вот луч небесного света, и он вопрошает вот этот интересный такой диалог, он спрашивает, Господи, почему же ты позволил вот этим демоническим силам подвергнуть меня вот таким истязаниям, где же ты был, Господи? Вот очень часто мы, когда испытываем какие-то, вот кажется, что мы оставлены, да, испытываем какие-то беды, кто-то причиняет нам вред, и кажется, что Господь Бог, он где-то в стороне, а зло вдруг оказывается очевидно таким могущественным, которое, как все сокрушающие силы, уничтожает все вокруг, а где же Бог при этом? И вот Антоний, который совсем недавно претерпел вот эти истязания, причем претерпел их от бесов, он и так и спрашивает, где же ты был, Господи? И вдруг дается ему ответ, Антоний, я находился здесь же рядом с тобой и испытывал твое усердие и твое ротоборство, и так как ты оказался стоик до конца, то я во всем буду помогать тебе. То есть Господь видит, какие искушения, испытания можно попустить каждому человеку, потому что нет испытаний, искушений, которые будут превыше наших сил, а рядом с нами тут же находится Господь, и Он подаст свою помощь. И вот действительно для Антония это стало таким очень важным вразумлением, так что он делает еще новый шаг вперед, и Антоний уходит еще дальше, он поднимается на одну из гор, где были развалины воинского укрепления, это Писпир на берегу Нила, такое вот место в Египте, и там он полностью затворяется, такое вот затворническое уже житие, причем он запасался хлебом на полгода, то есть только дважды в год он мог выходить, чтобы принять вот какой-то вот хлеб, запасы еды, и пребывает там в полном уединении, и вот каким-то непонятным для нас образом молва о нем достигает уже других людей, что оказывается вот есть такой молитвенник, который, находясь в затворе, пребывает в постоянном служении Богу, и проходит около 20 лет его затворнической молитвы, и к нему пытаются собраться ученики, но Антоний сам не хотел быть чьим-то наставником, учителем, он старался никому не открывать дверь, и получилось так, что пришедшие к нему, они просто-напросто выломали вот эту дверь, которая там была, и пришли к Антонию, и увидели его добрый светлый лик, и очень просили его, чтобы он предложил им какое-то наставление, и вот преподобный Антоний обращается к ним с речью, которую записывает святой Афанасий Великий, и вот эта речь как некий такой образец для духовной жизни, для духовной борьбы каждого подвижника, православного монаха, и он говорит о том, что мы должны посвятить себя всецело Богу, потому что земные блага, они как сон пролетают, и люди гоняются за вот этими земными иллюзиями, а потом в один момент приходит смерть, это все отнимается, а что может остаться? Остаться то, что стяжала душа, а душа может стяжать только добродетель, или вот она погрязнет в грехах и пороках, и преподобный Антоний Великий, он говорил так, что на самом деле добродетель вовсе не так сложна, как кажется, потому что изначально, когда Господь сотворил человека, вот человек-то был сотворен чистым, добрым, разумным существом, то для человека добродетель была естественной, то есть естественной была любовь к Богу и ближним, смирение, милосердие, отзывчивость, все доброе, чистое, светлое, это было естественно, и когда человек, человеческая душа, обретая чистоту, то она испытывает внутреннее благо, такой душе хорошо, а вот как только ты осквернился какими-то помыслами, как только ты упал в какую-то грязь, тут же тебе становится плохо, и поэтому преподобный Антоний, он делает такой вывод, что как раз человеку тяжело, когда он погряз во грехах, когда он в греховных страстях, так сказать, вот купается, как свинья в грязи лежит, а если освобождаешься от этой грязи, то тогда тебе хорошо и легко и прекрасно, и вот этому и нужно посвятить свою жизнь, а что касается вот духовной брани, то святой Антоний, он буквально описывает порядок искушения демоническими силами, то есть вначале бесы искушают какими-то грубыми, такими вот страстями человека, чревоугодие, тяготение ко сну, потом блудные всякие поползновения, то есть грубо такие телесные искушения. Потом, допустим, подвижник, он в этом преуспеет, он отсекает эти грубые страсти, и тогда поступают более тонкие помыслы, и поначалу они тоже могут, это обольстительные помыслы, ну скажем, какие-то блудные виды женского образа, ночью, все такие вот, а если подвижник устоял в этом, то тогда они вдруг начинают, наоборот, льстить такому подвижнику, и пытаются вызвать в нем тщеславие, самомнение, чтобы он начал мечтать о себе. Если подвижник в этом устоит, то тогда они пытаются его испугать какими-то страхованиями. Страхованиями, то есть являются в каком-то страшном образе ночью, пытаются его испугать, устрашить, вот, но если ты, так сказать, вот все этого не боишься, то после этого они приводят с собой своего князя. Так говорит преподобный Антоний, ну, что там уже, как искушает князь, он особо не описывал, видимо, далеко не всем даются такие искушения. Сам преподобный Антоний, конечно, прошел все эти виды искушений, но он говорит самое главное. Он говорит, что на самом деле пугаться бесов совершенно не следует, «Потому что дьявол, он слаб и ничтожен, Господь отнял у него всю власть, и бес может причинить только в том вред, в чем попустит его Господь. Поэтому наша задача быть с Господом, быть с Богом, а если ты с Богом, то тебе ничто не причинит вреда». И он говорит, даже ведь Иов, вот, вспомните, какие он понес страдания, но почему? Ведь дьявол упрашивал и дважды просил Бога, чтобы было попущено, позволено дьяволу истязать так Иова. И только когда Господь своей волей разрешил, то дьявол набросился на Иова, причинял ему всевозможные страдания, но в итоге что? В итоге Иов только прославился, потому что Господь попустил это к славе Иова. И бесы, они не имеют силы даже над бессловесными животными, и даже свиньями, нечистыми свиньями, они не могут завладеть, если Господь не попустит бесам в них войти. Тем более христианин, который может оградить себя крестным знаменем, вот, кстати, в житии преподобного Антония Великого, там часто упоминается сила креста Христова, сила крестного знамени, чем можно ограждать и себя, и свое жилище, говорит, вы запечатлете свое жилье, да, и самих себя запечатлете крестным знаменем, и тогда вся демоническая сила, она отступит от вас и не причинит вам никакого вреда. Святой Антоний объясняет, что иногда бесы даже пытаются что-то прорицать, предсказывать, и вот таким образом тоже искушают подвижников. Например, они предсказывают, что вот скоро будет разлив Нила, да, и тяжело будет перебираться через Нил на другую сторону, или там еще про какие-то вот вещи, или кто-то придет к подвижнику, они предсказывают, прорицают. А на самом деле Святой Антоний, он так говорит, что бесы, они не обладают всеведением, они либо что-то вот видят, что уже началось, вот где-то там, скажем, реки из Эфиупия, они разливаются, попадают в Нил, и из-за этого, соответственно, и сам Нил тоже будет выходить из берегов. Вот, то есть какие-то природные явления они наблюдают, могут про это возвестить. Либо же по некому такому угадыванию, да, вот он говорит, допустим, врач, он по некоторым симптомам угадывает болезнь человека, ставит ему диагноз, и вот бесы, они тоже очень такие наблюдательные, и они по некоторым симптомам тоже могут что-то предсказывать, но поскольку видения нет, то часто происходят ошибки. И если, допустим, какой-то человек вот шел к преподобному Антонию, да, предсказывали, что вот этот, бесы пытались предсказывать, что он придет, а тот человек вдруг развернулся и не пошел, да, то тут же выходит у бесов вот эта ошибка, и преподобный Антоний поясняет, что вот на самом деле все язычество, все язычество, оно произошло из взаимодействия людей с демоническими силами, то есть бесы пытались что-то прорицать, пытались предсказывать людям, давали им какие-то магические знания, волшебство, колдовство, весь этот оккультизм, то есть тайное, на самом деле демоническое знание, и это именно бесовское псевдоведение, бесовский гносис, и все язычество, по сути, было подчинением людей падшим ангелам, демонам, а спаситель разрушил власть демонических сил, и поэтому бесы боятся креста Христова. Вот это некий опыт, который засвидетельствовал преподобный Антоний, и этот опыт повторяется в жизни каждого христианина, достаточно какое-то демоническое явление запечатлеть крестным знаменем, как оно тут же исчезает. И в жизни преподобного Антония мы видим как раз вот именно не просто теория о христианстве, а именно опыт и практика духовной борьбы, когда ему действительно реально являются демонические силы, пытаются причинить какой-то ему вред, а он обращается к Богу, и от Господа приходит такая же реальная сила. Вот, кстати, он еще что говорил, то, что демон, он может явиться даже как бы во свете, в сиянии света, а на самом деле он всего лишь предизображает блистание того огня, в котором будет гореть в вечности, потому что бесы уже носят в самих себе вечное осуждение, их уже поджидает огонь, и как бы вот предизображая его, они могут являть, а людей искушают, пытаясь показать, как будто они светоносные ангелы, то есть хитрость демоническая, она велика, и можно все-таки различить именно демоны или ангелы рядом с тобой. И вот как преподобный Антоний объясняет, что всякое демоническое явление, оно обязательно возмутительно, то есть оно несет некое смущение душе, тревогу или высокоумие, тебя вдруг начинают охватывать помыслы гордости, что я вот такой избранник особый, мне там сверхъестественное явление, превозноситься такой человек над другими начинает, считать, что он такой вот исключительный, вот это, кстати, бывает и в экстрасенсорике, да, и там у разных основателей сект, то есть они все тоже под обольщением демонов, просто они не смогли это распознать, потому что они не знали вот тот духовный опыт борьбы и те тонкости духовного мира, которые знал преподобный Антоний Великий, который знает отцы православной церкви. А подлинные явления, они всегда рождают в душе христианина мир, смирение. Такой человек понимает, что он сам по себе вообще ничто, а все только от Господа, он глубоко благодарит Бога, он исполняется любовью к Богу и ближним, и душа его наполняется глубоким миром, сердечной радостью, и никакого смущения и тревоги нет. А вот демонические явления, они всегда завершаются некой вот тревожностью, смущением, нечистотой, какими-то, ну, такими нечистыми или деструктивными какими-то чувствами, помыслами, да. И вот сам преподобный Антоний, пройдя через всю эту вот борьбу, наконец вот обретает от Господа особую такую вот духовную силу, и вот как-то приходит к нему военачальник по имени Мартиниан, который не был еще христианином, а дочь у него страдала беснованием. Но вот он услышал, что появился такой аскет, подвижник, который с Богом общается, и Мартиниан приводит свою дочь, а преподобный Антоний даже не хочет их принимать, и вот он только через дверь сверху так вот посмотрел и говорит, что «Я же простой человек, такой же, как и ты, и я вот обращаюсь к Господу, а Господь всемогущ, вот так же и ты обратись ко Господу Иисусу Христу, и ты увидишь, что от Него придет сила, и этот военачальник, поверив в святому Антонию, тоже обратился ко Господу, возмолился, и дочь его тут же исцелилась, освободилась от нечистого духа, и он уверовал во Христа Спасителя, и, конечно, когда такое чудо произошло, то люди тоже стали приходить, и, кстати, приходило много именно одержимых, бесноватых, вот, и они освобождались, и это было очевидно даже для язычников, и потом шли к нему языческие философы, чтобы познакомиться просто с необычным человеком, и там по-разному эти встречи происходили, вот святой Афанасий описывает, как, допустим, идут два философа, которые пытались искусить преподобного Антония, и он же был не ученый, он книг-то никаких особо не читал, а они там всякая мудрость Платона, Аристотеля и прочие начитались и рассуждали обо всем на свете, но при этом не ведали подлинного смысла жизни, и вот они приходят, а Антоний им говорит, скажите мне, что важнее, ум или письмена? И они задумывались и говорят, что, конечно, важнее ум, потому что именно ум является родоначальником письмен, если человек глупый, он ничего не придумает, не сочинит, и все письмена, вся письменность, она появляется благодаря уму человеческому. И тогда Антоний говорит, итак, в ком здравый ум, тому не нужны письмена. Эти философы очень удивились, да, а преподобный Антоний в нем действительно вот до самого конца, вот 105 лет прожил, и до самого конца сохранялся ясный чистый ум, потому что начало ясного ума – это чистое сердце. Вот если ты победил, ну как ты победил, если ты вот к Господу обратился, и Господь изгладил в тебе греховные помыслы, то ум-то и будет ясен. Совершенно точно. То есть вот о чем надо думать, чтобы внутри нас не проскальзывали никакие скверные или злые мысли. Да, вот преподобный Антоний, когда с наставлением своим обратился, он говорит, что вот надо беречься чего? Прежде всего это вот раздражение, гнева. Почему? Потому что это проявление злобы к другим людям. А если злоба, то значит нет любви, а если нет любви, то значит ты вообще без Бога. То есть вот всячески беречься внутри себя раздражения, гнева и похоти, то есть блудных поползновений. Вот эти вот два таких скрытых зверя, которые пытаются поглотить человеческое сердце. А когда душа очищается от скверных, от злых мыслей, то и ум становится ясным. И чистая душа, она более ясно видит происходящее, какое решение принять. Вот мы часто думаем, вот так поступить или этак, и внутри скачут помыслы, там и страхи, переживания. Из-за чего это? Тоже из-за того, что в душе нет ясности, а ясности нет, потому что нет чистоты. Вот погрязли мы в греховных каких-то помыслах, пожеланиях, и только чистое сердце, оно поможет принять более правильное решение. Поэтому и нужно стремиться прежде всего к сердечной чистоте. И вот преподобный Антоний Великий, он старался как раз следовать этим путем, и люди к нему начинают собираться, и тогда он понимает, что лучше ему все-таки удалиться, потому что он не собирался быть учителем народов. Кстати, ему даже император Константин Великий с сыновьями написали письмо, и он даже так вот рассуждал, когда принесли, и он говорит монаху, ну смотрите, цари принесли, написали нам письма, но мы-то ведь служим подлинному царю, который на небесах, так зачем вам читать эти письма? Мы их вообще давайте там просто вот выбросим, да и все. Но они его упросили, как так? Это же сами цари написали, они тем более христиане, и будет смущение, если не ответить. Ну ладно, тогда ответим все-таки. Уговорили преподобного Антония, ну и он, конечно, дал им ответ о том, чтобы по заповедям Христовым управлять царством, и какие-то предложил наставления. Во избежание славы человеческой преподобный Антоний уходит еще дальше, это так называемая внутренняя пустыня, в Египте очень отдаленное место, ну там он нашел какую-то такую поляну, вроде бы там финиковые росли деревья, которые изредка давали урожай, и чтобы никого уже, ну скажем так, не напрягать, вот выражаясь по-мирскому, он сам расчищает место, сам сеет пшеницу, и вот добывает этим для себя хлеб, а тут вдруг получилось, что дикие звери стали приходить, и вот они ходят среди посеев, все это сминают или повреждают, и тогда он поймал одного такого зверька, и говорит, вот передай другим, что я вам не причиняю вред, и вы мне тоже не вредите, вот во имя Господа Иисуса Христа, отпустил это животное, оно там убежало, и потом действительно, как будто передал там этот зверек своим сородичам, и все, перестали тревожить посевы преподобного Антония Великого. Рядом с ним как раз начинают селиться и селятся другие монахи, но это было именно отшельническое монашество, то есть впоследствии стало преобладать общежительное монашество, когда в одном монастыре живет множество монахов, а отшельничество – это что? Что вот некое поселение монашеское, где у каждого своя хижина, или они в пещерах живут, но живут отдельно друг от друга, совершают свое уединенное молитвенное правило и только изредка собираются вместе, чтобы, допустим, послушать наставление преподобного Антония Великого, или раскрыть ему помыслы свои, чтобы он распутал как вот эти сложности внутренней жизни. Вот, кстати, преподобный Антоний еще так говорил, что если тяжело тебе, то ты даже просто записывай свои помыслы, с желанием раскрыть их своим ближним, потому что, когда ты понимаешь, что надо вот раскрыть ближним, то тут же у тебя включаются совершенно другие механизмы внутри, и ты понимаешь, что далеко не все помыслы можно в себе дозволить. И вот к нему приходили ученики, которые открывали свои помыслы, которые наставлялись, но это именно были отдельные такие вот поселения отшельнические, которые не огораживались общей стеной. И как-то вот его с учениками пригласили в другое монашеское поселение, вот путь через пустыню египетскую, на верблюда запасы воды, там в меха или как там, в чем они несли, и шли, шли, а тут вдруг все, значит, воды, вода закончилась, идут жара, и что, уже не знаю, что делать, думают, что будут умирать. И вот опять-таки, вроде бы величайший святой, преподобный Антоний Великий, а Господь нет, вот он все равно, вот наша земля, эта земля в каком-то смысле, вот эти вот проклятия, когда Адам согрешил, то проклята земля за дела твои, да, и поэтому наша земля, это земля страданий, скорбей, вот этих тернии и волшцы, которые произрастают, и поэтому, хочешь не хочешь, будет трудно, даже если рядом с тобой святые люди, но при этом Господь все равно тебя не оставит, и вот идут они, все закончилось, верблюда вынуждены были отпустить, потому что воды нет, сами легли уже на землю, думают, что сейчас будут умирать, а преподобный Антоний отходит немножко дальше, начинает молиться, и вдруг открывается источник воды, вот буквально, как бы из ничего, то есть вот в определенный момент, когда есть святой человек, он может вымолить всех, кто находится рядом, и тогда они не только вот напили сами, они пополнили запасы воды, отыскали верблюда, которого отпустили, и благополучно дошли вот до того места, куда направлялись, вот, и потом, когда преподобный Антоний великий, вот все собирались к нему, собирались тоже, и больные, и одержимые, исцелял, а как-то один раз такой был случай, преподобный Антоний говорит ученикам, скорее пойдите, вот там в таком-то месте, там к нам шли два монаха, и у них тоже закончилась вода, вот один уже умер, а второй еще живой, но скорее отнесите воды, чтобы спасти его, ну и действительно пошли, приходят, и видят, что один действительно умер, второй ели живой, его напоили водой, а того тут же похоронили, и, видимо, возникает у нас вопрос, мы-то думаем, что вот сейчас там или воскрешение будет, или еще чего-то, и почему же именно так, и святой Афанасий Великий, который описывает этот случай, он же лично знал преподобного Антония, он специально говорит, что вот многие зададут такой вопрос, как же так, вот преподобный Антоний попустил умереть этому человеку, но вопрос этот несправедлив, пишет он, потому что жизнь и смерть не от Антония зависят, а от Бога, а преподобному Антонию Господь только открыл, что вот шли два монаха, и один из них уже умер, а второго надо поддержать водой, чтобы спасти его жизнь, то есть не преподобный Антоний Великий решает, кому жить, а кому умереть, а Господь, вот одного он забирает из этой жизни, а второму продлевает жизнь, потому что вовремя посылается ему помощь, и вот почему, может быть, тоже происходят какие-то вот катаклизмы, несчастные случаи, и вроде бы все молятся, но кто-то забирается из этой жизни, а кому-то дается помощь, или через людей, или даже через какая-то сверхъестественная помощь, то есть Господь знает, кому, вот что уделить в данный момент, и преподобный Антоний, он постоянно говорил, я всего лишь человек, и такой же, как и вы, а Господь Бог, он везде, он всемогущий, он везде услышит тебя, поэтому ты к Богу и обращайся, и от Бога подаются людям чудеса, сверхъестественная помощь, да, конечно, самому Антонию таких случаев подавалось очень много, вот мы упоминали философов, да, и было так, что некоторые философы приходили поспорить с ними, а он говорит им, вот посмотрите, сколько одержимых стоит, вот прямо здесь, вот попробуйте своей философии освободить их от бесов, которые в них вошли, а те философы, конечно, не могут ничего такого предпринять, а преподобный Антоний он молится и именем Христовым освобождает одержимых от духов нечистых, и это становится наглядным перед этими философами, те-то были язычниками, с язычниками часто приходилось ему спорить, те сами приходили, ну, Антоний, он просто говорил, вот поглядите, вы попрекаете нас, да, христиан, и говорите про крест, но ведь крест это выражение любви Христовой, а после креста и воскресения, а ваши боги кому подобны, вот у нас Господь Бог, он стал человеком по любви к человеку, а ваши боги, они, то там какие-то змеи, да, то там пресмыкающиеся, то какие-то там птицы хищные тоже там или там в виде животных являются, и боги распутничают друг с другом, и страшное дело, там, если вот мифологию почитать, то кто-то там пожирает своих детей, там, кто-то кого-то изводит, морит, уничтожает, завидует, и, в общем, у богов, у ваших, у языческих, у них все та же, все те же греховные страсти, что и у людей, а у нас Господь Бог, Он настолько любит людей, человека, что сам стал человеком, претерпел смерть и воскрес, чтобы всем даровать жизнь вечную, и вот такая простая речь, она действительно действовала на этих философов, они уходили, понимая, что здесь какая-то особая духовная мудрость, да, и, наверное, последнее, вот что мы должны сказать, это то, что преподобному Антонию было открыто про существование вот мытарств, посмертных мытарств, однажды, когда он молился, то почувствовал, что он как бы вышел из тела, и вот его ангелы пытаются сопровождать в воздухе к небу, и вдруг являются демонические силы зверообразные, которые со страшными такими лицами пытаются препятствовать ему и хотят вести счет его грехов от самого рождения, то есть вот эти вот воздушные князья, демонические силы, которые чинят препятствия душе, вышедшие из тела, вот это и есть вот мытарство, самого слова мытарства у него нет, но учение об этом присутствует, и вдруг ангелы говорят этим бесам, что нет, вот ведите счет не от рождения, а от того момента, как Антоний стал иноком и дал обеты Богу, и вот оказывается это подтверждение именно жития Антония, конечно, это не догматизировано, но в житии именно содержится, что принятие монашества и вот эти вот обеты Богу освобождает людей от прежних грехов, то есть уже начинается некая новая жизнь и поэтому новый отсчет и вот как бы бесы уже не могут к нему предъявить те требования, которые предъявили бы, если бы он не посвятил себя монашеской жизни. И что еще скажем, преподобный Антоний дважды вынужден был оставлять свою пустыню один раз в гонении, когда правитель Максимиан подверг гонениям египетских христиан. И тогда Антоний решил пойти в Александрию и он сказал так, что пойдем туда, ну, своим ученикам сказал так, пойдем туда, чтобы или подвязаться самим, или послужить подвязающимся, да, то есть или самому принять мученичество, или хотя бы послужить тем, которые будут мучениками. И он действительно приходит, он помогает в темницах, в рудокопнях, там, где трудятся христиане, поддерживает их, приносит им пищу, и судья, который там находился, он негодовал, то есть, ну, судьи языческие, они были разные на самом деле, не всегда они были лично заинтересованы в том, чтобы всех подряд там казнить, ну, вот пришло такое распоряжение, хватать каких-то христиан, на кого-то были уже наговоры, составлены доносы, и не всегда вот судьи, они специально, тотально всех пытались там выслеживать, и вот он просто его раздражал, что Антоний так вот не боится, а должен был приехать и гемон, то есть, правитель вот этой области, и судья говорит, что вот в этот день ты вот Антоний и прочие монахи вообще не показывайтесь на улице, чтобы вас здесь никто не видел, ну, видимо, может быть, судья хотел прикрыть их как бы присутствие здесь, а другие как бы они действительно не появлялись, а Антоний наоборот, вымыл все свои одежды, и в чистых одеждах не только появился, но вышел специально, чтобы показаться этому и гемону, ну, и гемону, видимо, было все равно, и он не обратил особого внимания, поэтому преподобный Антоний остался жив в то время, это 311 год, и после этого он еще, преподобный Антоний еще 45 лет подвязался, проповедовал тем, кто приходил к нему, да, а второй раз он выходил, чтобы выступить против еретиков уже, против ариан, которые отрицали божество Иисуса Христа, говорили, что Сын Божий непредвечно существовал, непредвечно рожден Богом Отцом, а что Сын Божий это всего лишь творение, высшее творение Бога Отца, и тем самым Сын Божий приравнивался к твари, и вот преподобный Антоний специально пришел в Александрию, чтобы подтвердить, что все-таки истинная вера это православная вера в Троицу единосущную и нераздельную, и к нему прислушались, и, кстати, многие язычники тоже в то время приняли христианскую веру, и вот святой Афанасий, который лично присутствовал и принимал преподобного Антония, он говорит так, что вот за те, за то небольшое время, там сколько-то один там, или сколько-то дней вот Антоний находился, язычников обратилось столько к христианству, сколько обычно вот за целый год обращается, то есть пытались проповедовать постоянно, обращали язычников, но вот сколько за один год, столько обратилось за один день присутствие преподобного Антония в Александрии, а почему так, потому что люди наглядно чувствовали в нем благодать Божию, и Афанасий он так даже пишет, что многие девы, имевшие уже женихов, едва только увидели преподобного Антония, тут же отказались от желания брака и посвятили себя жизни девственной. Конечно, для нас это может быть немножко так звучит странно, непонятно, но тут мы понимаем, что просто вот настолько высокий образ жизни, небесный образ жизни был преподобного Антония, что некоторые тоже почувствовали благодать Божию, явно пребывающую в святом, они решили тоже посвятить себя этому, и в них раскрылось вот это дарование небесной девственной жизни. Антоний не говорил, что вообще всем не надо жениться, к нему приходили, он же исцелял там и семейных людей, дочерей, сыновей, чьих-то, к нему священнослужители приходили, кстати, когда священнослужители, то вот диакон, допустим, приходит, он спрашивает наставление, преподобный Антоний давал ему наставление, но когда совершать молитвы, то все моление должен был произносить именно диакон, как старший по священному чину, Антоний не был в священном сане, вот, и вот прожил он 105 лет, и потом перешел ко Господу, и вот образ преподобного Антония, он проходит через всю историю христианства, потому что на него старались равняться все остальные подвижники православной церкви, не только в России, вообще во всем христианском мире, и вот поэтому преподобный Антоний, он как бы впереди всего монашества, мы не говорим, что вообще он единственный, да, ну вот Господь так явил, что житие его стало известно, и через него вот открылась вот этот вот путь особой монашеской жизни, вот как говорили вот и святитель Игнатий Бринчанинов, он цитирует других отцов, он говорит так, что свет христианам монахи, а свет монахам ангелы, то есть монахи ориентируются на ангелы, стараются явить житие подобное ангелам, а для христиан, живущих в миру, тогда уже примером являются монахи, те, кто подвизаются в монастырях, и это дает вот некая ну как бы луч в темном помещении, когда все тяжело, трудно, на кого опираться, а тут вдруг ты видишь святого человека, который в монастыре обитает, к нему люди тянутся, и он поддерживает тех, кто находится в миру, поэтому помолимся преподобному Антонию Великому, чтобы он помогал нам в наших духовных браниях, отражать всякие дьявольские наваждения, чтобы и в нашей жизни тоже просиял свет Евангелия, и мы сподобились воспринять благодать Божию. Преподобный Отче Антоний Великий, моли Бога о нас. С праздником вас, дорогие братья и сестры! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...